Здравствуйте! Вы смотрите Вопрос дня. Меня зовут Наталья Данина. Сегодня обсудим вновь одну из самых важных тем – безопасность. Подробнее о том, кто стоит ее на страже и какие меры предпринимаются для того, чтобы мы с вами, жители Хакасии, чувствовали себя под защитой, расскажет начальник отдела мероприятий гражданской обороны МЧС России по Хакасии Камзар Тахтобин. Камзар Викторович, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Камзар Викторович, расскажите для начала, пожалуйста, что такое гражданская оборона, какие задачи выполняете? Да, Наталья, я, пожалуй, начну сейчас с такой некой официальной терминологии. То есть, по сути, гражданская оборона – это система мероприятий, которая направлена в первую очередь на защиту населения, материальных и культурных ценностей, при войнных конфликтах, вследствие конфликтов, ну, а также при чрезвычайных ситуациях природно-технологийного характера. Если отойти немного от терминологии, по сути, система гражданской обороны представляет собой это силы, то есть аварийно-спасательные формирования, наши пожарные службы, в определенном роде спасательные воинские формирования, в прошлом, это, можно сказать, войсковые части гражданской обороны, которые, скажем так, целенаправленно их обучают, повышают профессиональные навыки по защите населения. Но это конкретно по силам. Что касается в остальном, то это мероприятия, которые, в первую очередь, определяют подготовку населения к ведению гражданской обороны – это защитные сооружения, убежища. То есть, скажем так, это комплекс мероприятий, которые выполняются коллегиально не только МЧС России, но и органами государственной власти, органами местного самоправления. То есть, я так понимаю, если правильно, то вы на страже нашей безопасности не только в мирное время, правильно? Все верно, да. У нас, получается, гражданская оборона, ну, если брать, окунуться немного в историю, то прародителем гражданской обороны является местная противовоздушная оборона. Но, если вы смотрели, думаю, все у нас смотрят фильмы про Великую Отечественную войну, когда громко звучат сирены, весь народ, скажем так, прячется в убежище. То есть, задача основная была защитить население от опасностей, возникающих при военных конфликтах. Но, к счастью, у нас пока что мирное небо над головой, поэтому в целом гражданская оборона привлекается и в мирное время. То есть, можно сказать, за последние, наверное, 20 лет уже существует некая тенденция объединения гражданской обороны. И вот система, единая система по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому МЧС России сейчас работает над этой проблематикой, очень усердно, интенсивно. Поэтому мы будем ждать, и вполне возможно, что со временем у нас гражданская оборона реорганизуется в некую единую систему, которая будет работать и в мирное, и в военное время. Как много сотрудников Хакасии защищают население? Создают вот эту вот безопасность. Какая-то сотрудник Хакасии достаточно, скажем так, распределенный. Любой качественный состав, наверное, вашей службы? Интересно будет нашим телезрителям. Ну, качественный состав. В основном сотрудники МЧС России по республике не распределяются в основном пожарно-спасательных подразделениях. То есть помимо городов, то есть Абакан, Сеногор, Черногор, где у нас прикрытие населённых пунктов осуществляется федеральными службами, то есть нашей МЧС России, также у нас функционирует республиканская противопожарная служба, которая у нас прикрывает все остальные районы, городские округа. Если брать в целом, то МЧС России, ну, в частности, главное управление по Хакасии, мы осуществляем координацию, то есть мы, грубо говоря, как методисты в том или ином вопросе, как это правильно сделать и где это сделать, то есть в каком объёме, ну, чтобы был достигнут максимально положительный результат работы. Расскажите, вот жители республики, наверное, всё-таки, к счастью, знают мало о вашем ведомстве, хотя все мы со школьных занятий ещё помним о том, что существуют специальные сигналы гражданской обороны. Вот предлагаю освежить в памяти наших телезрителей эту информацию. Да, как я уже говорил, если брать из истории, то сигналы гражданской обороны, они, как правило, поведутся в том, что наступает некая опасность. Вообще, у нас определены четыре сигналы гражданской обороны. Это катастрофическое затопление, это угроза химического заражения, радиоактивного заражения и воздушная тревога. Как правило, все эти сигналы были направлены на военное время, но сейчас именно сигналы используются и в мирное время. То есть, как они работают? Начнём с этого. Сигналы гражданской обороны, когда звучат сирены, он повествует внимание всем. Далее порядок жителей таков, что нужно включить телевидение, все доступные радиоприёмники. Так как после поступления сигнала, когда звучат сирены, мы, в частности, передаём ту информацию, которая актуальна на тот момент. То есть, либо это какая-то, допустим, авария на химически опасном объекте, может быть, это некое катастрофическое затопление, прорыв патины какой-либо. В этом направлении МЧС России работает постоянно. Каждый гражданин имеет право на информацию о способах защиты населения при чрезвычайных ситуациях. Получить нужные сведения по этому вопросу можно на сайте МЧС России в разделе «Гражданская оборона». Кроме того, обучение населения организуется на курсах гражданской обороны и учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне органами местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований. По месту жительства жилищно-управляющие компании проводят по тематике гражданской обороны беседы, лекции, консультации, показ учебных фильмов. Они же доводят информацию о том, где находится убежище, порядки и способах эвакуации и где получить индивидуальные средства защиты. Неотъемлемой частью гражданской обороны является обучение населения порядку действий по сигналам оповещения, которые часто слышны на улицах городов. Порою граждане не придают этому особого значения. Почему? Ответ один. От незнания. Как правильно и адекватно действовать при сигналах оповещения, должен знать каждый. Завывание сирены означает предупредительный сигнал. Внимание всем! Услышав его, необходимо немедленно включить теле-радиоприемники и прослушать экстренное сообщение, которое будет содержать информацию о возможной угрозе и дальнейших действиях. В экстренных сообщениях может содержаться сигнал «воздушная тревога» в случае непосредственной опасности поражения противником города. Кроме того, при возникновении радиоактивного облака, образовавшегося при взрыве ядерного боеприпаса, передается сигнал «радиационная опасность». Если возникла угроза химического или биологического заражения местности, подается сигнал «химическая тревога». После получения любого из перечисленных сигналов необходимо отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду, взять аптечку, документы, вещи, запас продуктов и воды, предупредить соседей, оказать помощь больным и престарелым, укрыться в ближайшем защитном сооружении. Следует действовать быстро, уверенно и без паники. Это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким. От наших знаний и готовности прийти на помощь складывается личная и общая безопасность. И только совместные, слаженные действия всех граждан и государственных структур в борьбе с современными угрозами можно обеспечить безопасное будущее. Скажите, а как часто вы проводите вот такие, такого рода учения, для того, чтобы жители понимали, как в таком и, ну, при таком сигнале или при другом поступать, что следует делать? Вы знаете, у нас, касаемо тренировок, у нас есть определенная периодичность. В первую очередь мы проводим такие учения с практическим задействованием Сирен, чтобы лишний раз, ну, не пугать население. В паводка опасный период, в пожароопасный период. Традиционно проводятся такие учения на день гражданской обороны 4 октября, когда проводятся всероссийские учения. Ну и в зависимости, опять же, от сезонных условий и погодных рисков, которые могут возникнуть. То есть бывает по решению руководителя гражданской обороны, а это у нас глава республики Хакасия, могут проводиться внеплановые учения. Но прежде чем задействовать Сирены, конечно же, мы установленным порядком оповещаем население о том, что будет такие учения проводиться. Что это будет учебная тренировка. Да, учебная тренировка, чтобы не вызывать панику. Подскажите, наверняка же подводите потом итоги, результаты. Как в общем и целом правильно ли реагирует население? Вот те, кто должен в этот момент саккумулировать свои силы, да, и... Как-то подготовиться? Да, по итогам тренировок, как правило, население реагирует всегда правильно. Но нужно понимать, что тренировки в основном проводятся у нас на тех участках, где, скажем, есть наиболее вероятные риски возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. То есть, допустим, если есть какая-то деревня, где, ну, скажем, минимально возможен какой-то риск возникновения ЧАЭС, то там, конечно, периодично, ну, не так часто. То есть, если взять, например, другие районы, где, скажем, есть всегда угроза паводка, угроза возникновения природных пожаров, угроза подтопления в случае прорыва дамп или плотин, то есть там, конечно же, периодично много чаще. Вот для того, чтобы наши телезрители сейчас четко для себя определили, чем занимаетесь вы, да и чем занимаются другие структуры, вот те учения, которые проводятся, например, в школах или на предприятиях, учреждениях, там, где тоже задействуются и сигналы системы оповещения, их проводят ваши коллеги. Это не ваше направление. У вас только вот по тем чрезвычайным ситуациям, которые вы перечислили. Ну, это не совсем так. Или вы тоже задействованы. Да, это не совсем так. Почему? Потому что первая и основная задача гражданской обороны – это подготовка населения. Подготовка в себе включает не только, скажем, это учебно-конституционный пункт, какие-то уголки гражданской обороны, ну, гражданская защита их иногда наименовывают в организациях. Это в том числе работа с населением, как работающим, так и неработающим, ну, в том числе, кто учится. Вот, как это проводится. То есть учение, по сути, направлено на то, чтобы привить навыки, скажем, к молодежи по порядку действий в случае той или иной чрезвычайной ситуации, как нужно вести. Потому что помимо эвакуации мы всегда, как правило, проводим занятия со школьниками, рассказываем те же самые меры по сигналам гражданской обороны, как нужно себя правильно вести в той или иной чрезвычайной ситуации. То есть, допустим, при возникновении какой-то химической опасности, что нужно сделать, какие факторы влияют на сохранность жизни при таких ситуациях. То есть, это задача комплексная. И тут больше учение проводится не только на, ну, направлено на пожарную безопасность, скажем так, в школах. Хорошо. Кабзар Викторович, 1 марта гражданская оборона отметила свой праздник, но, как и другие подразделения спасательного ведомства, дополнительный выходной ваши коллеги, так понимаю, не получили. Вы знаете, МЧС России ежегодно отмечает этот праздник. Если немного отойти в сторону, то... Давайте нашим телезрителям сразу расскажем. Я вот здесь даже не упомянула, что это 1 марта мы отмечали Всемирный день гражданской обороны. Все верно. Почему 1 марта отмечается Всемирный день ГО? 1 марта 1990 года, получается, у нас был принят устав Международной организации гражданской обороны. Предшественником этой организации были ассоциации Женевских конвенций. Собственно говоря, у нее эмблема такая была, что это синий треугольник на фоне оранжевого круга. Ну, собственно говоря, в геральдике МЧС России в розе ветров этот символ и фигурирует. Что касается конкретного празднования Всемирного дня гражданской обороны, МЧС России всегда уделяет особое внимание ветеранам, в первую очередь, сотрудникам. Но, как правило, это те сотрудники, которые принимают участие в международных гуманитарных операциях. Почему? Потому что МЧС России представляет правительство Российской Федерации в Международной организации гражданской обороны. И, соответственно, исполняет те или иные обязательства по гуманитарному реагированию, оказанию помощи соседним государствам, нашим, скажем так, братским государствам, странам, независимым государствам, при тех или иных чрезвычайных ситуациях. Если дать даже пример, это те же самые землетрясения с аварией на Фокусиме в Японии, когда наши спасатели отправлялись туда для оказания помощи в спасательных операциях. Это землетрясения в Армении, это те или иные ситуации, которые в соседних государствах происходят, это доставка гуманитарных грузов. То есть, на самом деле, объем работ, который направлен на международное реагирование, он очень большой и требует себе очень такого пристального внимания, скажем так. Но, тем не менее, специалисты Вашей службы успевают и протестировать систему оповещения, подготовить население, всех обучить и поучаствовать в этих международных миссиях. Да, наши ребята всегда на страже, готовы всегда выдвинуться на помощь, поэтому стараемся, будем стараться. На страже нашей безопасности. Спасибо Вам большое, Камзар Викторович, за то, что Вы сегодня уделили в своем графике время, пришли и рассказали нам вот такую важную и интересную теме. Наталья, пользуясь случаем, хотелось бы от лица главного управления, от руководства главного управления поздравить наших ветеранов, сотрудников МЧС России, всех должностных лиц и, в принципе, граждан, кто участвует каким-то образом в развитии системы гражданской обороны в ее работе, ну и, в принципе, кто стоит на страже порядка наших граждан по сей день. Спасибо Вам еще раз. Вас тоже, Камзар Викторович, с праздником, уже с прошедшим. И, наверное, успехов, и чтобы поменьше задействовали Вас в Вашей работе, чтобы было у нас все безопасно, спокойно и мирное небо, как Вы уже сказали. Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, я напомню, это была программа «Вопрос дня». Всего доброго, берегите себя и помните о собственной безопасности. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»